МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадо-компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Гомель – город культуры. Перамужца у конкурсу по выниках 2018 года ушановали у Минску. Афганский альбом «Гомельчане на далекой войне» сегодня отбылась и презентация книги, у основе якой у спамины удельников боевых дзеннеў. Галунная увага – без пецы. У Беларуси пройдем масштабная профилактичная акция. А зараза б гэтым иншым больш падрабяснам. Як палепшыццу относены нараджальнасті і смяротнасті у Беларусі? І ў чым будуть заключацца новые механізмы патрымкі сем'яў з детьмі? Дэталёвы разбор дэмографічныў сітуацы ў краіні правялі на нарадзе ў президэнта. Насэнніство Беларусі складае каля 9,5 мільйонав чалавек. І апошнім часам намецілася тендэнція да яго зніжэння. С такімі ж праблемамі зараз сутыкаецца больша з дзержаў свету. Вострапытэння натуральнага змяншэння насэнніства стаіць і ў европейскім ргіўння. Гядома, што для патрымкі сем'яў з детьмі ў нашай краіні прынятае выключныя мэры, яких нема ў іншых дзержавах. Гэта ў тымліку льготные крэдытавання для шмадзетных, праграма семейнага капіталу і вядома в отпуск заплатай падогляду дзецеці да трох гадоў. Усягодзе янічая больша як десятак відаў патрымкі. Патрыбаванні президэнта зробіць акцэнты на самых дзейсных, нераспыляючы сродкі на неэфіктывныя праекты. Рассмотрам ёшо раз меры государственной поддержки семей с детьми. Я имею в виду не только что-то добавить к тому, что есть. Я не исключаю это, но ў нас и так уже добавлено настолько, что ни одна страна в мире не поддерживает так семьи с детьми, как мы. У нас, по-моему, там до 11 каких-то разных пособий. И поддержка семей по большому счёту. И я прочитал анализ по странам. Допустим, в Германии очень сильные вроде бы выплаты в этом плане. А рождаемость практически как Беларусь. И там, где не очень поддерживают семьи, там такая же рождаемость. Поэтому нам надо разобраться в системе поддержки и в тех видах поддержки семей и детей, и семей с детьми. И посмотреть, может нам где-то усилить поддержку, а где-то какую-то мелочь вообще убрать, которая не работает. Ну, к примеру, если мы примем приличное решение по обеспечению многодетных семей жильём, то, естественно, это стимул. Жильё для семьи – это всё. Ну, а если вы где-то там на санаторно-курортное лечение отправляете и даёте человеку 3 доллара, ну, так это вы распаляете просто денежное средство. Поэтому нам надо серьёзно подумать. Тем более, что за столом у нас тут хватает и бездетных, и однодетных, и тех родителей, которые являются многодетными, имеют троих и более детей. Поэтому давайте выстраивать по-человечески этот разговор, отталкиваясь от земли. По выниках нарады президент доручил систематизовать усенопрацовки и провести ревизию льгот. Причым с забавязковым притягнением грамадян, особенно тех, кого закрануть примаемые меры. Министры працы и соцобороны у свою чергу означила важность створения сприяльных умов для тех, кто сбирается нарадить дитя. Ключевые позиции – это стабильная экономика, жильё и материальное становище семья. Так само Ирина Костевич лечить правильным кроком макчимость бесплатного проведения одной спробы ЭК. Сегодня есть проблема с рождением детей, обусловленная именно с бесплодием. Поэтому обсуждался один из вопросов – предоставление одной из попыток ЭК бесплатно, то есть за счёт средств государства. Министерство за. Это позволит нам с вами от полутора до двух тысяч детей получить дополнительно в Республике Беларусь. Хороших, здоровых детей, граждан Республики Беларусь. Почему бы не двигаться в этом направлении? Так само на нараде особо обмерковывалось удосконаление программы семейного капитала, давание додатковых пенсионных гаранты и другие варианты поддержки. Переможцы у конкурса «Человек года» в сфере культуры по выниках 2018 года ушановили напередать не в Минску. Церемония у Знагороджения не отбылась после коллегии Министерства культуры. Приемно означать, что городом культуры по выниках 2018-го названных «Гомель». Наши земляки есть и улику лауреата у конкурсу. У номинации «Цирковое мастацтво» у Знагородзели, керауника заслуженного аматорского коллектива Беларуси, узорной студии циркового мастацтва «Арена» с Мазыра Марии Кузняцову. Директор Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина Марина Рафеева стала переможцей у номинации «Библиотечная деяность». Сегодня в Гомеле презентовали афганский альбом. Это уникальное выдание, аналога в яком в Гомельской области еще не было. Сторонки альбома перегарнули наши корреспонденты. Идея выдания книги была огучена прикладно год тому. В тот час такие альбомы уже появились в некоторых других областях Беларуси, но непосредственно в Гомельской области ничего подобного не было. Реализовать задуманное доручили журналистам «Гомельской правды», которая имеет свой выдавецкий дом. Это более полусотни очерков встреч с теми, кто воевал. Прямое общение журналистов с этими, не побоюсь слова, героями. В альбом книгу вошли уникальные снимки из личных архивов, чем она и ценна. По судности, афганский альбом – это летопис той войны, в отчами Гомельшан, которые примали удел у боевых денег. У той ваць не стали ничего. Тут и об перемогах, и об поражениях. Вели нах расшарования и радости. Шмар шагов об афганской войне сучасные молодые люди сегодня не ведают. Шмар шагов об афганской войне сучасными. У гетую поутневую Краину советская армия ишла допомагать. На першопочатковом этапе навод будавали школы, дороги, электростанции. А прочатаго присутность военных дазволила спынить трафик про советско-афганскую границу, наркотыков и зброи. По судности, советская армия проводила первую у найновшей истории антитеррористичную операцию. Махчым, а ту войну необходимо было завершить у больших степых термин, а спрышные пытания выращать за столом переговоров. Але историю, як вядома, переписать нельга. Военный консультант альбома Пётр Суман в Афганистане командовал танковым полком, а тому добра ведая, якой гэта война была на самой справе. Война у каждого отразилась по-разному. У солдата простого она своя. У командира взвода своя, у командира роты своя. Я, как командир панчерского полка, считаю, что самая тяжелая, конечно, это война командира роты и солдата. Поэтому каждый со своей позиции там, где он находился, что он видел, что чувствовал, то и высказывал. И все это зафиксировано в этой книге. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерга Панько, телерадиокомпания «Гомель». Выники работы со зворотами громадян сегодня обмерковывали на посаджении Гомельского городского виконавчего комитета. В минулом году у Гарвы Конками зарегистрировано 2888 зворотов. Они поступали письмово и в электронной форме, а также подчас особистых приемов керавництва Гарвы Конками. При этом, передний запись на прием дозволил загадя вырешить частку вопросов. За минулый год означено повеличение количества коллективных зворотов. В тот же час снизилась количество скаргов Гомельчану, высшие стоящие государственные органы, администрацию президента Республики Беларусь, комитет держконтроля и Совет министров. У агольной структуры зворотов по раннейшему лидируют питания жильево-коммунальной господарки, гандлю, архитектуры, капитального будовництва и социального забеспечения. При этом означается тенденция снижения по тематике цехов и здоровья, працевладкования, транспорта и землекористания. Будет обращено внимание на эти недостатки, они детально будут проанализированы. Будут изучены направления деятельности определенных предприятий и структурных подразделений, которые позволят не допустить эти недостатки и нарушения в текущем году. Безусловно, мы нацелены на то, чтобы оперативно, в соответствии с законодательством, организовать работу по предоставлению качественных услуг населению. Попередить возникающие проблемы можно с допомогой прямых телефонных линий, а так само новых интерактивных форм работы с насельництвом. Например, автоматизованной диспетчерской службы и интернет-портала 115.белмойгород. В 2018 году гомельчане разместили на им 1835 зворотов, 817, которых были оперативно выражены. Сегодня отбылась девятая сессия Гомельского городского совета депутатов. Перед депутатами выступил старшиня Гомельского гарвы Конкама Петр Кириченко. И он подвел выники работы выканавчей улады города в 2018 году. По его словам, большая количество показчиков и задания в прогнозу социально-экономичного развития областного центра выполнены. Добро спрацовали амаль усе сферы. Забеспечена становчая внешне гандлевая сальда товаров и послуг. В городе створена амаль 3300 новых працонных мест. Забеспечен динамичный рост средней заработной платы. У Снежній 2018 года она склала больше, чем 1000 рублей. Активно развивается приватный сектор экономики. Поступления в бюджет от малых и средних субъектов господарения повеличились и складаются четверть до гульной колькости. Высокой была инвестиционная активность. По этим показчику Гомель сяродлевших в Украине. Наибольшие вложения реализованы в производстве для социальных объектов. Поступление прямых иностранных инвестиций на чистом слове оценивается в целом по городу. По году в размере 44 миллионов долларов США, что в два раза выше прогноза значения. Активно развивалась и социальная сфера. В 2018 году открылась областная детская больница. Активно будывалась жилье у тем лику и для тех, кто имеет потребу в поляпшении жильевых умов. По словам Петра Кириченки, в 2019 году социально-экономичная инфраструктура Гомеля протягнет поступово развиваться. У Беларуси отменили дифференцированные тарифы на многие жильево-коммунальные послуги – электричность, техобслуговывание жилых домов, послуги водозабеспечения и водоотведения. Зараз беларусы, які описываются у лимиты по водозабеспечении и водоотведения, оплачивают послуги по льготных тарифах за перевышение по экономично обгрунтованных. С первого соковика, коли у квартиры есть зарегистрованные по месту жихарства або месту знаходжения, за всю спажитую воду треба буде платить по льготным тарифе. За тех обслуговане будут наличивать суммы по льготным тарифе на всю площу жилья, коли у квартиры зарегистрованы хотя бы один человек. Коли никто не прописаны, то по полным тарифе. Отменены так само дифференцированный тариф на электроэнергию по объемах споживания. Зараз люди будуть оплачивать за электричность по одним тарифе. И он буде некольки выше, чем ранейший для тех, кто уписывался у льготные тарифы. С первого марта будет уже неважно зарегистрирован в жилом помещении собственник, либо член семьи. Субсидированная оплата будет распространяться на любого зарегистрированного гражданина. То есть любой родственник. Что касается тех обслуживания, то тут исчезает с первого марта градация, что в пределах 20 квадратных метров на человека субсидированный тариф будет распространяться. И 10 квадратных метров общей жилой площади на всю семью. Эти нормы теряют с первого марта свою силу. Человек будет оплачивать по субсидированным тарифам жилищно-коммунальную услугу, техническое обслуживание в зависимости от площади располагаемого жилого помещения. Сегодня у Гомеля обмерковывали пытания работы агропромыслового комплекса. Поделиться думками запросили у дельников проекта «Школа молодого керавника». А прочитывающие кандидаты на директорские посады сельско-господарных организаций наведали предприемства, которые имеют непосредное дочинение до деятельности Галины. Выниками семинара подчинялся Олег Сенсерову. Об этом предприемстве ведают все у дельники проекта «Школа молодого керавника», но непосредственно за его деятельностью незнаемый практически никто. Сегодня в Умске кабинет хлебопродуктов прямая зерня мали с 200 господарных 9 районов в области. В 2016-м тут завершили масштабную реконструкцию млына, что дозволило значно повысить якость продукции. Технологии вытворцы си муки, якая теперь выкорастовывается на кабинете, лечится лепшей у Европе, что мечтым не выключая необходности постоянного контроля за процессом. Деючая система мониторингу в уголь выключая махчимость поставок на элеватор неякостной саравины. Причим, тычется это, как наявность шкодных примесей, так и перевышение нормативу радоцинного забрудживания. Предприятие обеспечивает своевременный контроль. Каждую поступающую машину проверяем на содержание цези, а хозяйства, которые были подвержены радиационному загрязнению и содержанием земли больше пяти кюри, мы делаем еще на стронцей. Превышений не было зафиксировано, все в пределах нормы. У акционерного товариства «Гомсеймаш» до командировок представников сельско-господарских организаций давно привыкли. Уже некольких годов тут навык истнует практика научения комбайнеров, которые на протягу ты дня непосредственно на конвейере получают особисти зерни и кормонархтовщих машин. За увлеком удосконаливания истнующих моделей и заявления новых это соправдимая эссенция, как и проведение экскурсий для будущих керевников у господарок. Очень интересно с такой категорией работать по одной причине. Люди заинтересованы, они задают конкретные вопросы и могу сказать, что эффект и положительные моменты этих встреч, они всегда двусторонние, потому что люди задают конкретные вопросы, быть может, которые мы сходу и могли не увидеть. Поэтому полезно пообщаться. Подчас наведывания постоянно деющей выставы обояковом случайно не застояться никто. У экспозиции и самый первый белорусский самоходный комбайн и опошенные модели для слухачев школы молодого керевника удокладняется. Сегодня на Гомсеймаше вырабляются комбайны, которые издольны выполнять любые виды уборочных работ. Суперкомбайн КЗС-2124, машина, якая в половинной ступени опередила свой час, может образовать на палетках с урожайностью до 140 центов гектара. На Гомсеймаше, правда, таких палетках, пока нема, на даденном момент выраблено 5 таких машин. А прича знамения с участными гомсейскими творчествами удел в практическом семинаре для кандидатов на директорские посады сельскохозяйственных организаций, ящи и махтимысь обменяться опытом. Тем больше, что у Гомселя собрались специалисты из всех районов в области, ящи один плюс, больше тесное особистое знакомство. У недалекой перспективы они повинны стать одной командой, какой придется працовать у сельскохозяйственных господарств. Расширяется круг знакомств среди своих коллег, часто поднимаются вопросы, которые иногда в силу того, что мы ограничены в своем производстве, мы о них не знаем, здесь они поднимаются в специфические вопросы и в области животноводства, и растеневодства, и экономики поднимаются, поэтому улучшается, конечно, багаж знаний. Опершиню в Беларуси пройдет один и день безпеки. А кроме органов державного кирования, мясовых уладов, в делу масштабной акции примут разные организации и громадские объединения. Головная задача с уместными намаганиями формировать в громадстве культуру безпеки и життедейности. Акция протягнется с 20 лютого по 1 сакавика. В эти дни пройдут профилактические мероприемства по попереджению надзвычайных ситуаций, правопорушению и злочинствам. Специалисты будут учить поводинам во умовах пожара и аварии, оказанию первой медицинской допомоги. У планах шматлики в учении и тренировке. Запланованы проверки системы обвестки у темлику про ЗСМС, трансляция поведомлений у телевизийным и радиоэфиры. Розные установы отпрацуют в безопасе проведения эвакуации со своих будинков. Освод попередживает про складанную лядовую обстановку. На лед многих водоемов зараз выходит небеспечно. На стан лядового покрытия поуплывали особливости на дворья. Провалиться можно навод на вонково толстым леде. Подаденных осводов в Гомельской области лед надеяны только на некоторых озерах в Хойницким и Кармянским районах. А в Брестском регионе, например, уже увялись за барону выходу на лед. В Гомелье завершился областный этап республиканского конкурсу арт-вакации. Его просвятили 75-е годовение вызволения Республики Беларусь от фашистских захопников и году малой родимы. Конкурс проводится разу два годы. Лепшие коллективы и индивидуальные выканавцы демонстрируют свое майстерство в хореографичном, вокальном, фольклорном, инструментальном и театральном жанрах. Все лето в творчем споборнестве приняла удел 51 установа профессийно-техничной и средней специальной адвакации Гомельской области. Одным из самых яскравых стал номер педагогичного колледжия Мявыгоцкого. 460 наученцев установы разом выканали твор пшеницы «Золотая». Этот номер мы готовили с прошлого года, то есть это систематические репетиции, у нас у каждой группы отведено определенное время, то есть мы приходим на репетиции и прям целенаправленно занимаемся с определенным номером. В хоре у нас состоит весь колледж, поэтому это достаточно масштабное такое событие. Как солистка я, наверное, чувствую ответственность за теми, кто стоит за мной, потому что в первую очередь они тянутся за тобой, ты являешься для них примером. Поэтому, конечно, определенного рода волнения испытываешь такие моменты. Финальная точка нашей конкурсной программы – выступление хора «Народные песни», в которой принимают участие 100% наших учащихся будущих учителей, которым в последующем предстоит воспитывать новое поколение белорусов. И сегодня они на сцене. Для них это части привычная история, потому что каждый урок – это маленький спектакль, маленькое выступление. По выниках работы журы 22-го соковика отбудется гала-концерт пераможцев. Финал республиканского конкурса арт-вакации пройдет в мае. Это и так само иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tevergomil.by. На этом выпуск завершен. Доброго вам вечера и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Гомеле накануне ночью горел подвал трехэтажного дома. Спасатели эвакуировали двух жильцов. На месте происшествия обнаружено тело женщины. Пожар произошел в подвале дома на улице Красноармейская. Сильное задымление поднялось из цоколя в подъезд. Пожарные эвакуировали двух человек с лестничной клетки. А в подвальном помещении обнаружили труп женщины 1981 года рождения. Пожар ликвидировали. Причина его возникновения пока неизвестна. Но по предварительной версии виной всему могла стать непотушенная сигарета. Проверку проводит Гомельский городской отдел Следственного комитета. А в Рогачеве этим утром горела пилорама. Спасатели вызвали на пожар в половину пятого. Открытым пламенем горели два металлических ангара. Пожарные оперативно локализовали очаг. Работы по проливке и разборке строительных конструкций продолжались еще несколько часов. К счастью, пострадавших нет. На территории производственной базы ночью находился только сторож. А днем в каждом ангаре работает по 15 человек. Огонь уничтожил кровлю, деревообрабатывающее оборудование, имущество. Причину возникновения пожара еще предстоит установить. В Гомельском районе задержали перевозчиков суррогатного алкоголя. Изъято 400 литров отилового спирта без акцизов. Возле деревни Урицкое сотрудники ГАЭ остановили для проверки два автомобиля. Подозрение у правоохранителей вызвало нервозность водителей. Все стало ясно после осмотра багажников. В багажном отделении автомобиля «Фольксваген» под управлением 51-летнего меньшанина было обнаружено 10 коробок, в каждой из которых находилось по 4 полимерных емкости объемом по 5 литров отилового спирта, не маркированных акцизными марками Республики Беларусь. Такое же количество коробок находилось и в автомобиле «Ситроэн» под управлением 31-летнего меньшанина. Весь спирт объемом 400 литров изъят. Проводится проверка. Мозорские пограничники в пункте пропуска Александровка обнаружили в автомобиле три патрона калибра 12 мм к охотничьему ружью. Водителем и владельцем боеприпасов оказался 49-летний гражданин Украины. Запрещенный к перемещению через госграницу багаж нашли при осмотре машины в подлокотнике между сидениями. Патроны изъяты для проведения экспертизы. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Таков обзор происшествий. К этому часу оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мужская команда гонбольного клуба Гомель по итогам первого этапа чемпионата Беларуси высшей лиги заняла пятое место. И на втором этапе выступит в группе Б. Соперниками дружины Сергея Цыганкова будут молодежная сборная Ю-20, дубль БГК имени Мешкова и Скаргор. Первый из четырех запланированных туров чемпионата в группе Б пройдет с 1 по 3 марта в Минске. Гомель начнет турнир поединком против БГК-2. В Гомель команды приедут в мае с 17 по 19 число. В нашем областном центре пройдет заключительный четвертый тур. В Могилеве прошел открытый кубок Беларуси по спортивной гимнастике. Команда Гомельской с Дюшор номер 4 в общем зачете соревнований заняла второе место, уступив только соперникам из Минска. Денис Санувонг стал победителем турнира в упражнениях на брусьях и в вольных упражнениях. В состязаниях юниоров Вадим Скобов стал вторым в упражнениях на перекладине. Также у него в активе две бронзы в упражнениях на коне махи и в вольных упражнениях. Павел Якубов стал обладателем двух серебряных медалей в упражнениях на кольцах и брусьях, а Данила Григорчук показал второй результат в упражнении на коне махи. В Гомеле проходит международный турнир Европейской теннисной федерации «Спартак Кап». За победу на кортах областного центра Олимпийского резерва по теннису сражаются более 60 юных теннисистов из восьми стран. Возраст спортсменов от 10 до 12 лет. Сильнейших определяют в одиночном и парном разрядах среди юношей и девушек. В Гомеле рейтинговых международных турниров такого уровня не проводили уже давно. Конкуренция на «Спартак Кап» на высоком уровне среди участников – члены сборных команд своих стран. Сборная Белоруссии играет, которая до 12 лет входит в сборную. Я думаю, есть и россияне, и украинцы тоже, которые здесь принимают участие, входят в состав команд своих. За победой и рейтинговыми очками на «Спартак Кап» приехали спортсмены из Белоруссии, России, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши и Турции. Представительница Казахстана Зара Даркин. Теннисом занимается уже шесть лет. Правда, международного опыта пока немного. Гомельский турнир – второй в ее выездной карьере. На «Спартак Кап» теннисистка стартовала с победы. Играла с девочкой, с россиянкой Пестеровой Екатериной. Она хорошо играет. У нас была борьба, но я оказалась сильнее. Турнир хороший, много опыта будет. В основную сетку турнира «Спартак Кап» пробились и гомельчане. За победу борются Владислава Фомина, Владислава Лапицкая, Олеся Трошко и Станислав Бульбенков. Финальные поединки состоятся 23 февраля. В Гомеле прошла матчевая встреча в рамках юношеской лиги бокса. На турнире сражались по 13 спортсменов от нашей области и города Минска. Победителем встречи стала команда нашего региона со счетом 13-8. В Беларуси такой формат соревнований по боксу появился впервые. Его цель в том, чтобы дети школьного возраста повышали уровень своей подготовки и набирались опыта. За звание лучшего будут бороться команды, которые набрали большее количество очков. Гомельчане участвовали уже в четырех турнирах юношеской лиги бокса. В марте им предстоят встречи с командами Гродненского и Могилевского регионов. Полуфиналы лиги бокса пройдут в апреле. Финал в мае. Количество побед в команде уже влияет на конечный результат. Поэтому накал страстей, эмоций, ну и плюс командный дух. Подготовка идет. Мы видим, что движение вперед есть. Надеемся, что у нас появятся имена. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok